Да, мясо должно будет все равно пушечное стоять. Кстати, а что вы можете сказать о хлопках, которые пришли на базу Черноморского флота, затем о дроне в Подмосковье? Вот Буданов говорит, что в Российской Федерации готовы к потере Крыма. Мол, это для них сложно, но можно. А как тогда все подадут, как думаете? Ведь такой сценарий, в принципе, неизбежен? Или вы уже не так оптимистичны? Причем у меня, смотрите, про то, как подадут, вот тут я как раз всегда готов, я знаю, как подадут, это точно прям. Ну я по поводу потери Крыма, например. Да, да, естественно, потери Крыма подадут в следующем году. Значит, смотрите, дело в том, что оказалось, мы тогда захватывали Крым, в 2014 году, но оказалось, что украинцы ужасно изгадили, вы понимаете? Ну просто там невыносимы совершенно условия жизни в этом Крыму, и оказалось и песок там так себе уже, в общем, галька, а не песок фактически, да. Да, украинцы инфраструктуру все загубили за время, что владели Крымом. Нам зачем такой Крым? Нет, нам такой Крым не нужен. Вот пускай украинцы его отремонтируют, отреставрируют, починят все, и тогда уже мы заберем, а так нет. Нам нет, такой Крым нам не нужен. Вот они уйдут со словами, что это только расходы. Посмотрите, это расходы для бюджета российского. За восемь лет Крым не принес в бюджет ни копейки, все время требовал дотации. Куда годится такой Крым? Вам он нужен такой? И люди что будут делать? Верить в ту же секунду. Ну, слушайте, это как альтернативное наступление, там все эти тяжелые решения. Так это, что экономически мы посчитали невыгодно. И что скажет 86% населения? Ну, Путин лучше знает. Путин же посчитал, он же умный, он цифр. Поэтому в этом смысле я убедил, я честно, я раньше так не думал. Я вот после того, как они потеряли Харьковскую область, потеряли Киевскую область, потеряли этот Херсон, да, россияне. И они даже ухом не повели. В смысле народ вообще, вы извините, ни одного слова не было против Путина по этому поводу. Ну, хорошо, Стрелков-Гиркин, да, один человек против 140 миллионов. Никто вообще не возражал. Поэтому я верю, что они схавают от Путина все, что угодно. Он святой, как он скажет, так, значит, и надо. Вот, поэтому в этом смысле, как народ, готовы к потере, безусловно. Да, они будут кусаться, цепляться, они же не отдадут его нам безвозмездно и так далее. Но если наше контрнаступление сейчас получится, давайте теперь оптимистичный сценарий рассматривать, раз вы все хотите, чтобы я был оптимистом. Но оптимистичный сценарий у нас какой, давайте. Да, к хлопкам, ладно, вернемся потом. Давайте оптимистичный сценарий по поводу Крыма. Значит, удачное наше наступление, это если мы сможем одновременно в нескольких местах разрезать их группировку. Вот перерезать им группировку, их всю, причем имеется в виду и на Донбассе, и в Приазовье. Если мы в нескольких местах перережем, перерезая при этом же дорогу обязательно, то выяснится, что у них нет путей снабжения. Что единственный способ снабжать Крым, например, если мы берем Крым, это Крымский мост. Но нам нужно выйти в такую точку, перерезая эту группировку, выйти в такую точку, чтобы Крымский мост оказался, грубо говоря, на прямой наводке. Ну, не прямая наводка, конечно, но чтобы мы могли его обстреливать регулярно и прервали сообщения по нему. Возможно, он не обрушится, но чтобы все было под нашим огневым контролем. А ракеты у нас такие уже есть. И вот тогда Крым нельзя будет снабжать. Потому что кораблями снабжать, ну, в смысле, вот этими паромами, которыми они там раньше плавали, так паром мы будем топить, сколько их там вообще-то не так много, и мы их все утопим. И у них появится полуостров, на котором огромная группировка военная, которой просто не с чем снабжать. Ну, сначала они съедят местных жителей, это я понимаю, но, в принципе, им там особо будет ни снабжения, ничего. И я думаю, что вот наша задача так разрезать, чтобы они потом везде ушли сами. То есть мы не из площади их должны сгонять. Я так думаю, я послушал военных экспертов, что мы не из площади их будем сгонять, не из городов, а именно перерезанием этой группы, как это было сделано под Киевом, вот ровно так, было перерезано, и они сами ушли. И как это было сделано в Херсоне? Мы же не штурмовали Херсон, мы перерезали логистику, и они ушли. Ну, как, они полгода подождали, они полгода доедали, что могли, доиспользовали свою амуницию, все, новое уже не было. То же самое будет произведено с Крымом. Поэтому с военной точки зрения вот так его, скорее всего, будут брать без боев, без того, чтобы за каждый сантиметр драться, я так надеюсь. Ну, а нынешние хлопки, то, что произошло именно в Крыму, то весьма приятно. Я думаю, что это и результативно было, судя по резкой реакции россиян. Вот вчерашние эти взрывы, все-таки, они же там наврали сначала, что это на внешнем рейде, но видео показало, что очень даже прям внутри, внутреннее не бывает, что что-то там шандарахнуло так серьезно прямо. То есть пока в какой-то моих корабль явно попали, как минимум в один. Окна там выбили в бухте все, так что, значит, и корабль какой-то взорвали. Прошлый, ну, конечно, не сравнится по эффективности с прошлой атакой. Помните, атака в конце октября, начале ноября, когда мы четыре корабля повредили, но тогда был эффект неожиданности. Сейчас, конечно, такого уже не было, второй раз не получилось. Ну, спасибо Британии. Это же британские все, британские все эти. Ну, у нас же нет таких, у нас дроны вот наши под Москвой, это наши дроны, а морские дроны, это британские дроны. Я думаю, что британцы обучили наших воинов управлять этими дронами. Ну, и мы в благодарность, конечно же, я думаю, позволим потом британскому флоту постоять в Севастополе сколько-нибудь первых лет, пока мы построим свой. Вот. А вот под Москвой пока жаль, что не долетели. Явно же пытались в Москву прилететь, поприкидывать, как там Красная площадь. Вот. Ну, теперь придется ждать 9 мая. Хотя это уже скоро что-то. Продолжение следует...